Всем огромный привет народ, с вами как всегда Жи, и что-то в последнее время на моем канале одни видео по АКВшечкам до атаки на базы гоблинов. Тут у меня немножко лишнего черного эликсира скопилось, именно поэтому я стал атаковать в глобале миксом Гова Ви, и решил вам, собственно, мои результаты показать, и показать пару атак, и разобрать, собственно, этот микс на девятом том холле. Да, армия у меня еще далеко не топовая, вы видите сейчас на экранах своих девайсов, какие левелы юнитов у меня есть. У меня третий валькирии, вторые големы, десятый кинг, десятая квина. И, собственно, вот мои результаты атак. Ребят, как видите, вот такие вот атаки, атакую я, как правило, базы, которые содержат в себе много ресурсов и много черного эликсира, чтобы поформить немножко обычных ресурсов и не сильно уходить по минусу по черному эликсиру. И сегодня я вам покажу, наверное, пару атак, штуки 3, может 4, и разберем, собственно, тактику в этих атаках, и посмотрим, что я, собственно, там делал. Как видите, в основном результат 3 звезды, и я бы не сказал, что атакую прям слабые базы, я стараюсь атаковать даже сильные базы, главное, чтобы на них были ресурсы. Ладно, ребят, опять-таки, начинаю немного заговариваться, и приступаем к первому повтору. Как видите, тут вот такой вот ТХ-9, он вроде как и заброшенный по могилкам, но, с другой стороны, арбалеты не разряжены и не заполнены до конца хранилища, и, возможно, тут даже не заброшенная база. И тут, ребят, я проверял вначале крепость клана оппонента, именно потому что арбалеты были заряжены, но никто из нее не вышел. Отлично, крепость клана тут отсутствует, именно поэтому можно разворачивать свою основную атаку. Запускаю големов, зачищаю визардами круг, пробиваю путь первому голему, потом пробиваю путь второму голему, скидываю в конце концов землетрясение, и в дырки, которые образовались големом, заходят големы, а в центральную дырку запускаю своих валькирий. Именно вот такая вот, ребят, тактика, то есть главное запустить големов в свои дырочки, а валькирий в свою дырочку, то есть в каждую дырочку должны заходить именно те юниты, для которых эти дырочки и предназначены. Далее, ребят, скидываю баночки, хилл рейдж пошел у меня в центр, валькирий под этими баночками благополучно там все разносит, также сверху я запустил своих героев, потому что там у меня не удел, осталась одна секция создания медефа, надо как-то это разруливать, именно поэтому там я пускаю своих героев, и также я выпускаю тут крепость клана, в крепости клана я тут буду брать все что угодно, потому что, как правило, запрос мой выглядит приблизительно следующим образом, я пишу землетрясение, а дальше, ребят, что душе угодно кидайте, мне в принципе все подойдет. Тут у меня была пека, поэтому выходит пека из крепости клана, и также помогает нам разносить эту базу. Как видите, в принципе, все мои валькирии уже подохли, считайте, и остается тут у нас, ребят, пара големов, пека и квина. Ну, ребят, голем и пека, как бы это странно ни было, но они начинают танковать в этой атаке. То есть, как правило, у нас выходят хлипенькие юниты на первый план, умирают, а танки остаются сзади. Но тут, ребят, голем и пека показывают тебе просто супер классной стороны, выходят на первый план, начинают танковать. Именно поэтому эта атака закончится все-таки трешкой, ребят. Квина нанесет урон из-за спин, также пека, как вы знаете, наносит кучу урона, а голем танкует спереди. Все здания дефа будут успешно снесены, и квина успешно добьет все мои спальные строения. Вот такая вот, ребят, первая атака, не знаю, есть ли смысл ее досматривать. Я думаю, особого смысла нет, потому что тут и так результат, ребят, понятен. Легчайшая трешечка для нас. Трешку с этой базы мы оформляем. И давайте-ка без длинных пауз переносимся сразу во вторую атаку. Там у нас, опять-таки, куча ресурсов и 3 звезды. 31 кубок я смог взять с этой базы, и это вот такой вот ТХ-9. То есть, чем, ребята, интересно, как по мне, эти базы, которые я вам буду сегодня показывать, это тем, что они сильнее тех баст, которые я атакую на своем девятом танкуле на КВшечках. То есть, эти базы выглядят более устрашающе, но, опять-таки, я могу оформлять эти базы на трешке. Как видите, опять-таки, запускаю тут големов снизу, открываем путь бомберами. Но тут у нас такой какой-то будет задумчивый голем, ребят. Смотрите за его действием. Он будет ходить туда-сюда. Сначала он пойдет в ту дырку, которую я открыл в первую очередь. Хоть она и очень далеко располагается. Это меня очень удивило в атаке. Потом немножко подумает направиться в другую сторону, а потом опять подумает и пойдет все-таки туда, куда он пошел вначале. Короче, голем тут чего-то немножко запутался, но ничего, бывает. В ту дырочку, которая осталась не удел, куда у нас не пошли танки, я запускаю всех своих оставшихся юнитов, а именно валькирий, своих героев, и они там начинают все разбивать. Впоследствии мои юниты забегают также в центр. Там я скидываю на них баночки хила и баночку рейджа. Они там начинают все очень круто разносить. Как видите, в этот раз я даже не использую землетрясение. И вообще крепость клана у меня тут отсутствует. То есть тут я еще либо запрос не истек у меня, либо я просто не дождался крепости клана и пошел в атаку. Как видите, даже без крепости клана получается сносить базы на трехи. Тут у нас, правда, големы пошли не туда немножко, куда бы нам хотелось. То есть они не зашли внутрь, как я хотел это сделать. То есть не зря же я открывал им путь бомберами. Но все равно, големы там танкуют. Здание дефа, которые у нас остались внизу. А также у нас еще остаются два героя и непрожатая квина. То есть именно вот эта вот непрожатая квина тут и сделает, наверное, основной вклад. То есть она снесет сначала пушечку, потом я ее прожму. Разве что, по-моему, она будет потом бить забор. То есть, ну, квина это любительница побить забор, как вы все знаете. И впоследствии я ее прожму, и она добьет уже остальные здания дефа. Ребят, вот такая вот атака. Опять-таки, с кучей ресурсов мы тут уходим. С трешку оформляем, а также 31 кубик уходит нам в копилочку. Вот такая вот атака, ребят. И давайте-ка, не понижая градус, отправимся в следующую атаку, где опять-таки будет микс Го Ва Ви. Как вы помните, в этом выпуске будет только, в принципе, он. Вот этот вот микс Го Ва Ви. Разве что по составу я вам его не показал. После этого сражения я покажу, как он у меня выглядит, и сколько ресурсов стоит. Ребят, третья атака. Вот такая вот заброшка ТХ-9. Арбалеты тут, правда, разряжены. Но с другой стороны, ребят, деф от фуловой девятки. Герои присутствуют. И чем мне интересно эта атака? Опять-таки, куча ресурсов. И тут, ребят, я раскидываю вначале лучниц на крайние домики строителя. Их тут целых три штуки расставлено. И потом уже буду запускать своих Големчиков. Где же я выберу сторону для атаки? Наверное, я точно так же думал во время атаки. Но в конце концов принимаю решение напасть. С 11 часов запускаю Големов. И тут, ребят, как вы видите, прокачан довольно-таки сильно забор. То есть, мне не получится двумя бомберами скрыть именно этот забор. Поэтому я запускаю сразу всех бомберов. И в одну образовавшуюся дырочку запускаю своих Валькирий, Кинга. И также туда же скидываю Квину. Как видите, база довольно-таки узкая и вытянутая. Именно поэтому можно позволить себе такую роскошь и запустить всех своих юнитов с одной стороны. Запускаю также туда двух Хогов и начинаю скидывать свои баночки. Баночка Рейджа отправляется у нас там в центр. То есть, наши юниты без труда там разнесут Танхол под этой баночкой. И чуть дальше я кидаю первый Хилл. То есть, огромное количество юнитов у нас просто попадает под действие баночек. И, как видите, даже использовав всего две баночки, у нас уже большая часть базы оппонента снесена. И тут уже будет без труда добито трех. Как видите, вот такие вот зрелищные атаки, чем мне, собственно, микс Гоа Ви и нравится. Он немножко рандомный, да. Но, с другой стороны, он очень зрелищный именно в начале боя. То есть, первые вот эти вот 60-70% набиваются очень круто и очень зрелищно. А вот потом уже, конечно, Валькирии могут немножко разделиться и поумирать. Но тут, ребят, такого не происходит. Конечно, помогает также тот факт, что база заброшена, ловушек тут нет. Но, с другой стороны, ребят, у нас еще выживает куча юнитов в конце этой атаки. Тут я не использовал крепость кланов. Из крепости клана я использовал разве что землетрясение для того, чтобы вскрыть секции забора, которые меня интересуют в остальном же, ребят. Вот такие вот результаты. 360 тысяч золота, 330 тысяч эликсира, 2800 черного. И также, ребят, тут не показывается, конечно, бонус от лиги. Он также вполне себе приятненький. Ладно, ребят, и давайте-ка, наверное, посмотрим на то, как выглядит этот микс у меня. Не знаю, как это называется. Короче, в быстрой тренировке. Вот он, ребят, у меня. Гова Ви, 6 лучниц, 4 бомбера, 14 визардов, 2 хога, 10 валик, 2 голема, по баночкам 2 хила рейдж, землетрясение. И стоит все это дело практически 3000 черного и 146 тысяч эликсира. То есть таким миксом можно формить обычный эликсир. Черный, конечно, вы будете уходить либо немного в минус, либо в ноль. Вряд ли у вас получится формить черный таким миксом. С другой стороны, обычные ресурсы этим миксом формятся ого-го-как. И также кубки, конечно же, набиваются. Давайте-ка на десерт, наверное, посмотрим еще одну какую-нибудь атаку. Именно уже четвертую. И тут, ребят, опять-таки, будут 3 звезды. Очень круто. И смотрите-ка, ребят, сколько ресурсов! Как вам, ребят? Вот такая вот база. Доступна 4000 черного, 700 тысяч золота, 600 тысяч эликсира. По-моему, очень жирная база. И очень интересно будет посмотреть на то, как я ее сломаю. Да, опять-таки, база заброшена. С другой стороны, опять-таки, деф от фуловой девятки. И надо было попытаться оформить эту базу. Скидываю тут лучницы на то, чтобы добить какие-то халявные проценты. Также скидываю лучницы на крайние домики строителя. И тут, ребят, больше, по-моему, халявных процентов особо нету. И сейчас я буду уже разворачивать свою основную атаку. Пускай вот так вот двух големов, атакую 6 часов, скидываю, как обычно, визардов. За спины големов начинаю зачищать эти сборщики сладкие. Уже, ребят, смотрите, сколько ресурсов уже нафармлено. Это же просто трэш. Вот так вот начинаю запускать големов глубже в базу. Заходят они уже в секции. И сейчас я буду скидывать с одной из сторон своих валькирий и своих героев. Вот так вот я это делаю. Скидываю валькирий, скидываю своих героев. И сейчас уже буду потихонечку либо скидывать землетрясение, либо под баночками пытаться пробить этот забор. Ребят, как вы видите, тут забор довольно-таки слабо вкачан. Именно поэтому я решил, что тут, в принципе, валькирии обойдутся без землетрясений. Тут они вполне себе под баночкой хило быстренько все это продавят. И потом я уже скидываю баночку рейджа в центр на таунхол. И там уже валькирии под баночкой рейджа как нож сквозь масло вонзаются в эту базу и разносят уже все секции, которые тут остались, ребят. То есть, смотрите-ка, заброшки ТХ9 с фуловым дефом таким миксом формятся просто изи. Даже можно не использовать крепость клана, даже можно не использовать землетрясения. То есть, ребят, как вам? То есть, ребят, как вам результаты? Не используется крепость клана, даже герои остаются непрожатые. То есть, если все сделать грамотно, то этот микс без труда формит заброшки ТХ9. Да, ребят, незаброшенные базы с фуловым дефом берутся где-то на 70% таким миксом. И если там еще вкачан сильно забор, то, как правило, оформляется всего-то на всего двушка. Не знаю, как будет с топовыми войсками, то есть, четвертыми вальками, четвертым големом и с топовыми героями. Я думаю, тогда уже можно будет оформлять и трехи самых фуловых баз, даже с фуловым забором. А так, пока что можно довольствоваться лишь этим. Ну, как довольствоваться? Ребят, смотрите на ресурсы. 700 тысяч золота, 600 тысяч эликсира и 4000 черного. По-моему, это офигенные ресурсы, и очень редко встречаются такие атаки. Также не стоит забывать про то, что бонус первой кристальной лиги также дает порядочное количество ресурсов. Спасибо Бику за такую крутую базу с ресурсами. Ладно, ребята, на этом, в принципе, все. Собственно, вот так вот я решил немножко разбавить свой контент. Надеюсь, вам понравились эти атаки. Надеюсь, вам понравится такой формат. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если же это так, то поддержите, пожалуйста, видео лайком. Подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. А я же с вами буду прощаться. С вами был Жи. Всем огромной удачи. Формите базы вражеские. Пусть вам на этих базах попадается куча ресурсов. Всем огромной удачи. Увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока.